Это случилось с нами 30 лет назад. Кончилась эпоха. Сегодня то время для кого-то лишь скупые строчки в учебниках по истории. Для других самое теплое, что хранит память. Иные же и вовсе радостно перешагнули через рухнувший железный занавес и без лишней ностальгии приняли новый век. По годовщину столетия со дня образования советского государства самое время оглянуться. Пройти по тропе воспоминаний, на которой остались Павка Корчагин, Электроник и железный Феликс Дзержинский. Ушли лихие эскадроны, отзвучали комсомольские призывы и нет уже ни единой партии, ни единой страны. Это случилось с нами 30 лет назад. Чтобы обозреть весь пласт советского прошлого, его достижений, ошибок и грез его творцов не хватит и жизни. Однако основой его идеологии и культуры была Великая Октябрьская Социалистическая Революция, или сокращенно ФОСР. Эта аббревиатура, наряду с СССР и ВКПБ, на долгие годы станет главной для советских людей. Симбирск, февраля 1917 года. Со страниц газет нисходят новости о том, что царь отрекся и власть перешла в руки Временного правительства. В воздухе предгрозовое затишье. Отменено крепостное право, запущена столыпинская реформа, но наестся досыта по-прежнему могут немногие. Население губернии к 1905 году 1,7 млн. Крестьян из них 1,3 млн. В полной мере хлебом не могут обеспечить себя около 69%. У 6% земли нет вовсе. 34% безлошадной. У 39% распоряжений всего одна кобыла. У каждого четвертого нет коровы. Аренда же земли у помещиков дорожает. С 2010 по 2014 год она выросла на 13%. Недовольство крестьян вторит рабочие симбирских заводов и фабрик. Положение пролетариата было исключительно тяжелым. Вот исключительно тяжелым. Ну даже такой момент. В России законодательно продолжительность рабочего дня в 11,5 часов была установлена в 1897 году. В то время, как почти уже несколько лет пролетарии европейских стран и Соединенных Штатов Америки вели борьбу за 8-часовой рабочий день. Еще больше перца в блюдо революции добавляет война, которая длится уже 3 с лишним года. На момент 1917 года призвано уже около 8% от всего 160-миллионного населения страны. С фронта Первой мировой или империалистической, как ее назовут позже, в окрестные села и сам город возвращается все больше дезертиров. Вдумайтесь только, за 1916 год фронт оставил 1 миллион человек. Причем уходили они с ружьем в руках. Тогда это место называлось Конно-Подгороднее Слободе. Сегодня 19-й микрорайон. В начале 20-го века здесь были мельницы, сельские подворья и деревянный мост через Свиягу. По нему с запада бывший солдат императорской армии вошел в Симбирск. Карабин, прихваченный с фронта, он оставил в схроне. Мужчина отчаянно хотел согреться, наесться вдоволь и больше никогда не страдать от пшей, сидя в сыром окопе. На его руке соднила рана. По пути ему повстречался казачий разъезд. Ладно, хоть живым ушел. Он не стал возвращаться в родное село. Город давал больше возможностей. Жизнь в нем накануне революции кипела. В 1917-го года Симбирск сотрясли несколько погромов, винных погромов, продовольственных погромов, которые были. Это было, ну, в общем-то, да, по всей стране. Ситуация с продовольствием была исключительно тяжелая. Большая часть домов Симбирска звалась доходными. По факту это были гостиницы, комнаты и целые этажи, в которых сдавались под съем. Однако жилье в таких красавцах стоило дорого. Аренда второго этажа в доходном доме купца Зеленкова обходилась врачу Крузе 100 золотых в месяц. Для сравнения, крестьянский заработок того времени составлял примерно 70 рублей в год. Строительство доходных домов, которое уже велось в крупных городах России в Симбирске началось достаточно поздно. Это дом, скажем так, несколькоэтажный. Ну, у Симбирска не было многоэтажных, так вот, в полном таком понимании домов. То есть пяти-шестиэтажных домов, которые были в столицах и в крупных индустриальных центрах. Но двух-, трех-, четырехэтажные дома строились. Это были дома, где уже были квартиры. Вчерашние крестьяне не могли претендовать на это. Местом их проживания были многочисленные слободы вокруг города. Одна из них, допустим, сейчас вообще находится, ну, я бы не сказала, что в центре, но, в общем, недалеко. То есть знаменитые Тути – это одна из слобод таких. Конская слобода, Панская слобода. То есть это вот, да, небольшие такие микрорайоны. Дома в них были, ну, скажем так, ну, очень плохого качества. А тем временем город, как и всю Россию, лихорадит все больше. Временное правительство не справляется с затяжным кризисом. В дальнейшем стачечные движения, они были, естественно, охвачены вся симбирская губерния, так или иначе. Но одними из самых сильных забастовок были среди железнодорожных рабочих. Что приводило к большим последствиям, чем просто вот эти демонстративные маевки или митинги, так называемые. Да, маевки, митинги и стачки в 17-м году крепко вошли в моду среди симбирян. Февральская буржуазная революция позволила выйти на политическую арену множеству партий. В симбирской городской думе говорят много и разное, в том числе кандидаты от партии большевиков. Ареной дебатов становятся площади и улицы города. Свобода, равенство, братство! Такие слова на излюбленном месте симбирских ораторов в бульваре Новый Венец звучат все чаще. Импровизированные трибуны и служат лавки. Чинные граждане шарахаются от смутьянов, а заводчане и молодежь прислушиваются к громким лозунгам все больше. Среди таких ораторов и молодой рабочий большевик Михаил Гимов. Со своей первой речью он не справляется. Немногочисленные слушатели расходятся спустя пару минут. Но упорство молодого человека даст о себе знать. Ораторское мастерство он потянет. А спустя два с лишним года он станет первым человеком в большевистской партии Симбирска, заняв пост председателя губернского исполкома. Однако у истоков симбирской группы РСДРП стоял отнюдь не он. О бывшем в Веденском переулке в Ульяновске вспомнят немногие. Сегодня он называется Зеленым, а его прошлым напоминает лишь вот этот одноэтажный дом за номером 7. Больше ста лет назад здесь в такте по графскому станку билось сердце революционного движения Симбирска. В 1904 году в этих стенах изучали работы Гегеля и Маркса, печатали листовки и принимали партии нелегальной газеты «Искра», чтобы потом переправить их в Сибирь и на Дальний Восток. Руководили всем этим сыны купца и служащего Василий Орлов и Валентин Рябиков. Небедные люди для своего времени. Примечательны и другие члены симбирской группы. Почти все они были врачами. Они видели уровень продолжительности жизни среди бедноты. Они видели этих простых людей. Ну и, соответственно, часто хочется сделать все-таки что-то лучшее. Но однажды конспирация подводит симбирских большевиков. В город приезжает товарищ из Москвы. После чего... Они ему выдают визиточку отца Орлова. На обратной стороне был указан адрес магазина купца Орлова. Но этот гость уезжает. Его в августе 1906 года арестуют. При личном рассмотре обнаруживается та самая визитка. В результате чего в Сибирск пишется из Москвы письмо с требованием проведения обысков как в магазине, так и логично, что приходят полицейские сюда. Конспиративная квартира раскрыта. Ее хозяева и гости вынуждены до поры покинуть губернию. Однако фамилии Королюницкий, Винокуров, Георгиевский, Соловьев, Ульянов, только Дмитрий, брат главного симбирского революционера, история запомнит. История революционного движения и медицины. За чередой волнений наступает октябрь 1917 года. Правда, революционные успехи Петрограда до Симбирска дошли лишь в декабре. Советская власть здесь установлена по большей части мирно 10 числа первого зимнего месяца. Но ненадолго. Во всех уголках молодой Советской Республики вспыхивают восстания. Начинается гражданская война. Не обошла она стороной и Симбирск. Народная армия Камучи вошла в Симбирск 22 июля 1918 года. Основные бои разворачивались на юге города, хотя думали, что будут брать со стороны Заволжья. Но воинское подразделение Каппеля, оно, так скажем, удачным таким маневренным ходом через Сызрань по Сызранскому тракту, сейчас это называется проспект Гаем, через Киндиаковку вошла быстро в Симбирск. И воинские подразделения Красной Армии, которые обороняли, не смогли оказать серьезного сопротивления, очень быстро отступили. Впрочем, смириться с потерей важного транспортного узла советская власть не может. В конце августа из добровольцев и отступивших из-под Симбирска партизан формируется первая пехотная дивизия. Позже она будет зваться 24-я Самара-Ульяновская железная дивизия. Возглавлял ее человек, чье имя носит самый длинный проспект Ульяновская – Гай. Родился он на территории Ирана, в городе Тибризе, по-моему, если не ошибаюсь. И в ходе Первой мировой войны он оказался в рядах армянских добровольцев и дослужился в Российской императорской армии до звания штабс-капитана. Обладал он чрезвычайной храбростью, сложно найти такого храброго и отважного человека, как Гай. Он, например, из-за того, что хорошо знал и турецкий язык, он переодевался в турецкую форму, входил далеко в боевые порядки турецкой османской армии, брал языков, уничтожал целые секреты и просто был феноменально смелый человек. Мирные слободы и улицы 12 сентября становились ареной кровопролитных боев. По нынешней территории 30-й гимназии наступал 2-й симбирский полк. В 1918 году здесь тоже было поле. Только не футбольное, а ржаное. Промеж золотых колосьев суетились, пригибаясь под картечью, солдаты Красной и Белой армии. Местные жители и гимназисты до сих пор находят здесь пули и металлические шарики. Ожесточенное сопротивление железной дивизии оказал офицерский батальон. Линия его укреплений пролегала в поселке Виновка, в котором стояло богатое имение дворянки Киндзяковой Перси Френч. В 80-е годы старожилы Виновки мне рассказывали насчет этих отверстий, что это пулевые отверстия времен гражданской войны, что один из бойцов, граждан железной дивизии, по каким-то непонятным причинам, несколько раз выстрелил сюда. Бедные никогда не любили богатых. И местных крестьян она, так скажем, не баловала. За день работы она им платила 2 гривенные, то есть 20 копеек. А на нынешний день, если переводить, то есть, представляете, за 12-часовой рабочий день на поле заплатить, ну, на нынешний день это где-то рублей 200, наверное, 300 примерно. Попасть на территорию современного парка чуть больше 100 лет назад можно было, лишь оплатив билет. С нелегалами обходились строго. Моего одного знакомого, к сожалению, уже покоенного, Виктора Васильевича Сорокина, убили дедушку, потому что он пытался вывезти какой-то стволик засохшего дерева. Ну, поймали его вот эти черкесы в кавычках, ну, завязалась потасовка, и вот они его, к сожалению, убили. И Екатерина Максимилиана Перси Френч по мере возможностей, конечно, заботилась об этом мальчике, ну, как заботилась, просто вот с Виновком поднимался вот по этой дороге к имению, и когда она была здесь, он стоял под ее балконом, его пропускали, ну, и она видела его и бросала ему там какую-нибудь монетку. Ну, если можно это назвать жалостью, то, наверное, это была как раз и жалость. Виновка стала для красноармейцев воротами в Симбирск. После победы на подступах к городу, в полдень 12 сентября, правобережная часть родины вождя мирового пролетариата была освобождена. Или захвачена, тут уж кому как. После этого войска Комуча отступили за Волгу. Скороточечные бои еще некоторое время шли на мосту, позже на реке Красевка. 16 сентября современная территория города перешла под полный контроль железной дивизии и советского правительства. Над Симбирском, а позже Ульяновском, стали красные флаги. Символично, что над нашим регионом они провисят ровно 73 года, за который Ульяновск из Уездного превратится в один из главных промышленных центров Советского Союза, а также станет МЕКОЙ всесоюзного туризма. Об этом мы расскажем в следующих сериях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА